Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня день рождения талантливого поэта Иосифа Александровича Бродского. Предлагаем вам посмотреть видеопрезентацию о его жизни и творчестве и послушать стихи поэта. Иосиф Александрович Бродский родился 24 мая 1940 года в Ленинграде. Это русский и американский поэт, эссеист, драматург, переводчик и педагог, лауреат Нобелевской премии по литературе 1987 года. Период становления поэта пришелся на самые сложные годы его жизни. Фрезеровщик, прозектор в морге, истопник в котельной, матрос на маяке, рабочий в геологической партии, такой была его трудовая карьера в юности. Писать стихи Бродский начал в 18 лет. С 1960 года, а возможно и раньше, он находился в поле внимания Ленинградского КГБ. 13 января 1964 года Иосифа Бродского арестовали по обвинению в тунеядстве. А затем он был приговорен к максимально возможному по указу о тунеядстве наказанию пяти годам принудительного труда в отдаленной местности и сослан, этапирован под конвоем вместе с уголовными заключенными в Конышский район Архангельской области, где поселился в деревне Норинское. «Какую биографию делают нашему рыжему», заметила известная поэтесса Анна Ахматова. В Норинской Бродский устроился разнорабочим в совхоз Даниловский, где занимался полевыми работами, был бондарем, кровельщиком, доставлял бревна с лесосек к местам погрузки. Среди разных работ, которыми ему приходилось заниматься, были полевые. Свои впечатления Иосиф Александрович выразил в стихах. «Аборов, тракторист и я, сельскохозяйственный рабочий Бродский, Мы сеяли озимые шесть га, Я созерцал лесистые края И небо с реактивной полоской, И мой сапог касался рычага». В других стихотворениях он упоминает работу бондарем, кровельщиком. Также ему приходилось стреливать бревна в лесу, пастить элят и подрабатывать фотографии в конышском комбинате бытового обслуживания. В августе и сентябре 1965 года два стихотворения Бродского были опубликованы в конышской районной газете «Призыв». Часть своих стихотворений, написанных в Норинской, Бродский посвятил молодой художнице Марине Мариане Басмановой, дочери художника Басманова. Полтора года, проведенные Бродским на севере, способствовали тому, что он вернулся из ссылки зрелым, сложившимся поэтом. «Я был тогда городским парнем», — вспоминал Иосиф Бродский, «и если бы не эта деревенька, им бы я остался. Возможно, я был бы интеллектуалом, читающим книги, Кавку, Ницше и других. Эта деревня дала мне нечто, за что я всегда буду благодарен КГБ, поскольку, когда в шесть утра идешь по полю на работу и встает солнце, и на дворе зима, осень или весна, начинаешь понимать, что в то же самое время половина жителей страны, половина народа желает то же самое. И это дает прекрасное ощущение связи с народом. За это я был безумно благодарен скорее судьбе, чем милиции и службе безопасности. Для меня это был огромный опыт, который в какой-то мере спас меня от судьбы городского парня. После «Северной ссылки» в конце 1965 года Бродский сдал в Ленинградское отделение издательства «Советский писатель» рукопись своей книги «Зимняя почта». Внешне жизнь Бродского в эти годы складывалась относительно спокойно. Но КГБ не оставляло его без внимания. 10 мая 1972 года Иосифа Александровича попросили покинуть страну, и он принял решение об отъезде. В США поэт занимался преподавательской деятельностью, занимая на протяжении последующих 24 лет профессорские должности в общей сложности в шести американских и британских университетах, в том числе в колумбийском и в нью-йоркском. Он преподавал историю русской литературы, русскую мировую поэзию, теорию стиха, выступал с лекциями и чтением стихов на международных литературных фестивалях и форумах, в библиотеках и университетах США, в Канаде, Англии, Ирландии, Франции, Швеции, Италии. Уже после получения Нобелевской премии на вопрос студентов, зачем он до сих пор преподает, ведь уже не ради денег, Бродский ответит, «Просто я хочу, чтобы вы полюбили то, что люблю я». С годами состояние его здоровья неуклонно ухудшалось, и Бродский, чей первый сердечный приступ пришелся на тюремные дни 1964 года, перенес 4 инфаркта. Родители Бродского 12 раз подавали заявление с просьбой разрешить им повидать сына. С просьбой позволить им посетить Бродского обращались к правительству также и видные деятели культуры США. Однако даже после того, как Бродский в 1978 году перенес операцию на открытом сердце и стал нуждаться в уходе, его родителям было отказано в выездной визе. Сына они больше не увидели. Мать Бродского умерла в 1983 году. Немногим более года спустя умер отец. Оба раза Бродскому не позволили приехать на похороны. Родителям посвящены его книги «Часть речи», стихотворение «Мысль от тебе удаляется, как разжалованная прислуга», «Памяти отца Австралии», «Эссе полторы комнаты». В 1977 году Бродский принял американское гражданство. В 1990 году он женился на Марии Сацани, итальянской аристократке, русской по материнской линии. В 1993 году у них родилась дочь Анна. Бродский был реабилитирован по процессу 1964 года. Ему было присвоено звание почетного гражданина Санкт-Петербурга. Последовали приглашения вернуться на родину. Поэт откладывал приезд. Его смущала публичность такого события, чествование, внимание, прессы, которыми бы неизбежно сопровождался его визит. Не позволяло и здоровья. Одним из его последних аргументов был такой. «Лучшая часть меня уже там. Мои стихи». Иосиф Александрович Бродский скоропостижно скончался в ночь с 27 на 28 января 1996 года, не дожив 4 месяца до своего 56-летия. «Причина смерти – внезапная остановка сердца вследствие инфаркта». Иосиф Бродский похоронен на кладбище Сан-Микеле в Венеции. «Я верю, что вернусь», – говорил поэт. «Ведь писатель всегда возвращается. Если не лично, то на бумаге. И если мой народ не нуждается в моей плоти, то, может быть, моя душа ему пригодится». «Душа поэта» в его стихах. И сейчас для вас прозвучат стихи Иосифа Бродского из книги «Северная почта». «К северному краю». Северный край укрой и поглубже в лесу, Как смолу под корой спрячь под веком слезу, И оставь лишь зрачок, словно хвойный пучок, На грядущие дни и страну заслони. Нет, не волнуйся зря, я превращусь в глухаря, И, как перья, на крылья мне лягут листья календаря. Или спрячусь, как лис от человеческих лиц, От собачьего хора, от двуствольных глазниц. Спрячь и зажми мне рот. Пусть, при взгляде вперед, Мне ничего не встретить, кроме желтых болот. Вы купили сырой, от взоров нескромных, Скроет след. Если след оставлю, и в трясину зарой, Немой черед умолкать. Но пора окликать только тех, Кто не станет облака упрекать. В красноте, в тесноте, пора брести в темноте, В торе песней без слов, чистоколу стволов. Так шуми же себе в судебной своей судьбе, Над моей головою, присужденной тебе. Но только рукой, плеча, дай мне воды, ручья, Зачерпнуть, чтоб я понял, что только жизнь ничья. Не перечь, не порочь, новых гроз не пророчь, Оглянись, если сможешь, так и уходят прочь, Идут сквозь толпу людей, потом вдоль рек и полей, Потом сквозь леса и горы. Все быстрей, все быстрей. В деревне Бог живет не по углам. В деревне Бог живет не по углам, Как думают насмешники, а всюду. Он освещает кровлю, посуду И честно двери делит пополам. В деревне Он в избытке, в чугуне. Он варит по субботам чечевицу, Приплясывает сонно на огне, Подмигивает мне, как очевидцу. Он изгороди ставит, выдает, Девицу залесничивая в шутку, Устраивает вечно недолет, Объящику стреляющему в водку. Возможность же все это наблюдать, К осеннему прислушиваясь свисту, Единственная в общем благодать, Доступная в деревне атеисту. Я входил вместо дикого зверя в клетку, Я входил вместо дикого зверя в клетку, Выжигал свой срок и к лькоху Гвоздем в бараке, Жил в море, играл в рулетку, Обедал, черт знает с кем во фраке, С высоты ледника я озирал полумира, Трижды тонул, дважды бывал распорот, Бросил страну, что меня вскормило, Из забывших меня можно составить город. Я слонялся в степях, Помнящих вопли гуна, Надевал на себя, что сызнова входит в моду, Селил рожь, покрывал черной толью гуна, И не пил только сухую воду. Я впустил в свои сны Вороненый зрачок конвоя, Жрал хлеб изгнания, не оставляя корок, Позволял своим связкам Все звуки, помимо воя, Перешел на шепот, Теперь мне сорок. Что сказать мне о жизни, Что оказалось длинным, Только с горем чувствую я солидарность, Но пока мне рот не забили глиной, Из него раздаваться будет Лишь благодарность. 24 декабря 1971 года В Рождество все немного волхвы, В продовольственных слякоти давка, Из-за банки кофейной халвы Производит осаду прилавка, Грудой свертков навьюченный лют, Каждый сам себе царь и верблюд. Сетки, сумки, авоськи, кульки, Шапки, галстуки, сбитые на бок, Запах водки, хвои и трески, Мандарины в корице и яблок, Хаос лиц и невидно тропы, Вифлеем из-за снежной крупы, И разносчики скромных даров В транспорт прыгают, Ломятся в двери, Исчезают в провалах дворов, Даже зная, что пусто в пещере, Ни животных, ни ясли, ни той, Над которую ним золотой. Пустота. Но при мысли о ней Видишь вдруг, как бы свет ниоткуда, Знал бы Ирод, Что чем он сильней, тем верней, Неизбежнее чудо. Постоянство такого родства Основной механизм Рождества, То и празднуют нынче везде, Что его приближение сдвигая, Все столы, непотребность в звезде, Пусть еще, но уж воля благая, В человеках видна издали, И костры пастухи разожгли. Валит снег, не дымят, Но трубят трубы крови, Вселится, как пятна, Ирод пьет, Бабы прячут ребят, Кто грядет, Никому непонятно, Мы не знаем примет, И сердца Могут вдруг не признать Пришлица. Но когда на дверном сквозняке Из тумана ночного густого Возникает фигура в платке И младенца, И духа святого, Ощущаешь в себе без стыда, Смотришь в небо И видишь звезда. Смотришь в небо